Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавляю помідори Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавляюся Субтитры делал DimaTorzok 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 А цей все-таки запрятався и зацвив Ну я его сломаю Мне не нужен Вот альбион И вот этих пяти кустик я взяла резетки Я взяла резетки и пересаживала 22 числа переносила на новое место Ну и толку, что Лена их обрабатывала, обрабатывала кисломолочным продуктом. Вообще, эти помидоры, они ничем не обрабатываются, только кисломолочным. И все, на этом месте, там дальше капуста, сливы, там была у нас, что, перец був прошлый год, да? А тут у нас были синяя баклажана. У нас в этом году, на этом месте, растут помидоры, хотя после баклажан, ну, послоновых нельзя после послоновых, но между этим мы сделали сидораты, высадили, а посадили горох. Он является кормом для моей птицы. Тут такой огромный красивый куст полыни. Полынь, это у нас тоже для птицы. Можно и себе чай заваривать. Так, тут помидоры желтые, они высокорослые, мякоть в них плотная, мало соков, пюре хорошее. Это не те желтые, какие у меня раньше были. Это я купила совсем другие, у меня только два куста. Собрала семена, помидоры очень вкусные. Все, что вкусное, оставляем у себя. Полынь, кабак, полынь и так далее. А это вчера, в общем, обчистила, пока дожди идут. Перечистила чеснок. Надо было бы не вынести на компостную кучу. У меня новая компостная куча и сжечь. Но дождь сделала так, чтобы пройти нам невозможно. Так, тут у нас оси на малине. Ветки похилила, уже тяжелые они. Пройдемся сейчас, чтобы нас не вкусили ни оси, ни пчелы. Вот такие, как я поставила досочки. Посмотрим, раз, був высаженный корешочек. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот этих резеток, я показала, как я делала перевалку оттуда. Оставлю для комментариев ссылочку. Подивитесь. Это было ровно двенадцать дней назад. О, ох. А тут уже и ягодки навязались. Можно было бы это убрать. Вот эти вот цветоносы, их убрать, не оставлять. Вот, чтобы больше наросло усов. И вот эти усы, которые нарастают, они тогда будут более такие массивные, крепкие. Вот это и будет. А тут от этого усы и идут еще вот три усы. Знаешь, ты? Вот. Ну, пускай один остается с цветом. Вот. Вот, цей разделился на раз, два, три, четыре. Ну, тут маленький був. Все, прижилося. Трошечки желтые. И за то, что июль. Он спекотный, он жаркий, но он и водяный. Да, видно внутренние листочки. Начинаю вообще вот светленький быть. Это, как в виде хлороза. Так. И вот, сколько у нас осталось. Вы мне скажете, Лена, продай мне 20 кустиков. Да тут суби чуть-чуть больше 20 перевалку сделали. И то, считается, до продажи куст, вот, он должен быть вот такой сформированный, правильный, с хорошей корневой системой. А не вот такие вот бложки, мошки и так далее. Ну, тут была у нас жара, солнце сильное. Вот. Для этого я взяла, притянила и соломой. Возле малины сажать клубнику нежелательно, потому что у них корневая система на одном уровне. И питание из грунта они берут. Вот и малина хочет питание из грунта аналогично, тоже забирают и клубнику. Так что малинку надо садить отдельно от клубнички. И тогда, как я делала перевалку, и была одна у нас тут ягодка. Вместе с ягодкой я пересаживала долго. И тут камашки чуть-чуть подъели. Я так подивлялась, подивлялась и думаю, ну ладно, потом, ладно, сейчас нема времени, ладно, потом. Получается, что она уже у нас, как и переспела. Вот это так, видите, вуз. Ну, мы говорим вуз, а вообще-то это розеточка. Корешок, так воно соприкасается. Конечно, солома, с одной стороны, и хорошо, что солома притеняя корневую систему. С другой стороны, что есть розетки, то им солома и мешает. Так, тут, как были еще раньше посажены по весне огурцы. Вот огурчики. Так, они и остались. Вот уже есть огурчики. И на этом месте. А что же мне росло тут с огурцами? Ох, что же я между малиной сажала? Не помню. Убрала, по-моему, чи не кукурузу. Так, берем клубничку. О, клубничка пахне. А я сейчас с морозилки достала землянику, разморозила. И Ольга моя каже, не разморажуй так землянику, как ты клубнику. Разморозила и оставила на столе. А на кухне жарко, и она может, ну, не может, а бывает зачастую, она заграет. Так, сейчас я ее помою. Цей, альбион. Сорт клубнички альбион. Что там такое? Клубника внутрі красна. Вона плотна. Я цю клубнику, як виращила на верхній половині участка, то я її кушала. Вона роде до самой осени. До самых вообще морозов. Морозы, буває, прибивають її. То же самое, что и было в моем месяце. Клубника есть клубника. Конечно, это просто ягода от того, что взяли с перевалки. И в грунт никакие сюда минеральные удобрения не добавлялись. Просто взяла оттуда. А, я вспомнила, тут у нас был горох. Тут у нас был горох. Действительно, горох был. Горох, он дав, как мягче, почва. И добавил зелень, это азот. Ну, если выращивать ремсорта, их надо кормить микро-макроэлементами, ребята. Тогда и ягода будет вкуснее, будет сладше, будет крупнее. И урожайность тут будет больше. Если самопроизвольно, думать так, сонечко посвятит, дасть сахар. Земелька наша, то есть кустики вытянуть из земли, микроэлементы, какие, возможно, там есть. И дождь добавит влагу, и будет сочно. Вот так. Ну, если оно там что-то есть, многие даже, ну, как бы вам сказать, не применяют для себя витамины, да, микроэлементы, то для растения надо. Не будет в растении микроэлементов, значит, вы не доберете ягоди. Будь, 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 будь. А у нас тут малинка. Тяж, что роды, 4 раза на сезон. Темнее та и сладше. Темнее та и сладше. В этом году сильно сонце пекло.